Подозревать в предательстве Жизнь закончил Вольнштейн Очень печально Здравствуйте дорогие друзья и гости канала С вами Элеонора, гид в Праге Выходной день, раннее утро И вот такая чудесная погода Еще прохладно, но уже светит солнышко А я собралась ехать в Прагу На барахолку Увидим, какие меня сокровища там ожидают И сниму для вас видео Вы тоже со мной походите по барахолке Посмотрите, что там можно купить Ну вот я уже добралась Приехал трамвай Приехала на полетение Отход на парахолку платный На большую часть чешских парахолок Здесь надо заплатить 50 крон Добрый день Ну вот, я нашла вовнутрь Здесь входы обычно продаются как раз мне мальчонка А мы с вами едем дальше Вот я приехала рано Например, в этом месте сегодня нет еще продавца Я еще не приехал У него обычно продаются какие-то деревянные Так, вот тут что-то интересное Какая прелестная коляска кукольная Какая-то голландская Интересная Я хочу посмотреть вот этот сервис Это Чехословакия Наверное, 30-е годы И тут есть и тарелки И большие блюда Классные Вот сахарницы разбиты А вот чешечка Императрицы Сиси Знаменитой Австро-Вангерской императрицей Так, и вот такая чешечка В Чехословаке Так, и вот есть Китай Вот есть еще какая-то интересная тарелочка Я не вижу, что за пленок Ну вот эту можно взять Какие-то старые фотографии А, это Вена Такие стройненькие Это, наверное, трясалки сороковые И вот какая-то милая вещица Ну я не знаю, серебра или нет Я в этом вообще ничего не понимаю Никаких знаков нет Здесь только выставляют коробки Я так сверху посмотрю Особенно ничего не вижу Интересного Какой красивый Молочник Так, я оставила свою сумку Нужно для нее вернуться Вот еще какой молочник Или это для воды Не знаю, большой Какой-то Чехословакия Какое милое блюдо Кто любит такие большие блюда Это половина от шкатулки Верху нет Какая-то маленькая глядечка китайская И вот симпатичная тарелка Мэйсонский букет Но рисунок уже очень сильно потертый А здесь целый набор Тоже Чехословакия С такими прелестными Как они называются Эти цветы Бусильки А вот посмотрите Уже выставили Разные Конфетницы Вот эта мне очень нравится Своим цветом Но она, к сожалению Разбитая И вот какой замечательный кувшин Такого красивого синего цвета И ручная роспись Я здесь как-то видела подсвечники Замечательные Может их нет Вот как у стакана Красивые Сказочки А в общем вот так Вот какая замечательная Ваза хрустальная Тоже посмотрите Какая чудесная робота Красота ведь Очень тяжелая И вот винтажные чашечки Это Чехословакия Старая Рола Морец С Деколэр Прелестные Есть к ним И сахарница И даже блюдечки Но наверное А нет Это не к ним Вот к ним такие Чудесные Чудесные Но кофейника нет Желка Такие тарелки Но без чашек Чехословакия А вот бокал Разбитый И надо очень аккуратно тут рыться Потому что можно Поранить руку Вот посмотрите Какая чашка Ой Сделана в Советском Союзе Керамика Мне кажется Из нее даже никто не пил Вон я ее заберу А могу проходить мимо Вот куколка Продается Которая наверное ходит Бижутерия Или не бижутерия Бижутерия Вот это может кость Видите Смена Симпатичная Сословниками Просим вас А коли кто стоит Это очень много продается Обычно Каких-то Стареньких вещей Игрушки продаются Разные машинки Для коллекционирования Даже можно купить Вот такие настоящие Точные Весцы В общем Вот это стоит 100 крон Так А тут что может быть Вот тут Такие штуки Прикольные Это старинные Письменные Приборы Это наверное Для разрезания Писем Ну что Идем дальше Посмотрим Что тут еще есть Это кукла В чашском Национальном костюме В какие-то часики И черепа Вот эти интересные Картиночки Сейчас подальше поближе Это альбом продается Макфлойд Прикольные А меня интересуют Вот эти вот Картиночки Но они конечно В очень уже Плохом состоянии Нет Я не буду брать Прикольные Но не буду Так Ну а тут Как обычно Все набросано Набросано Какая-то кукла Мне кажется Это Чехословакия Здорово Можно купить Фотографию Бебезьяна Шимпанзе Фотография Между прочим Она 1958 года А это какая хорошая Кошка Уже 1958 год Кошка Сиамская Красавица какая Еще одни Весы Больше уже никто Ими не пользуется И они оказываются На парохолке Есть пластиночка Карла Гота 76 год Ого А где же Карл Гот Карл Гот С этой стороны есть А здесь какие-то Другие Мужчины Можно ли его взять Сейчас узнают Сколько стоит Я очень люблю Его песни Но вообще Я посмотрела Она в ужасном состоянии Почему она мне не нужна Потому что Ему все и сцарапаны А вот такая Интересная фотография Это типичный Чешский дом Большой По-чешски Называется Родинный дом И вот Вошли Дамы с дитями Фотографируются Наверное Тоже какая-то Довоенная Фотография Я имею ввиду До Второй Мировой войны Так А что тут может быть Тут ничего нет И вот Какая-то Старая Воска Есть Похоже Медный Самовар Но У него Не хватает Деталей Он весь Какой-то Погнутый Самовар Я очень хотела Иметь Настоящий На углях Какая-то Кукла Скорее всего Немецкая Тут кто-то Хоронил Наверное Это Молитвенник Ну да Какие-то Непонятные Вещи Фотография Закрываем Даже инструменты Можно купить Какие хотите Увидавшие виды Ну надежные Наверное А вот Учебник Учебник По математике Сейчас у детей Как-то в школе Особенно учебников И нет Покупаем Какие-то тетради Какие-то учебники Но в основном Они по учебникам Не учатся А вот раньше Такие учебники Были Пришел Дом Позанимался Химия Химия Ну вам конечно Не особенно Интересны Чешские учебники Компоненты Для бижутерии Отдельно Можно купить Что-то Какие-то Бусы Очень тяжело Найти Чешское Бижутерие Вот какая супница Красивая Вторая Она расписана Вручную Всевозможные Шкатулочки Старенькие Не очень Вот кто-то Спички Наверное Собирал Вот интересный Набор Открыток Это Знаменитый Дворец В Праге Посмотрим Если они В хорошем состоянии Это можно Забрать Они мне Пригодятся Для экскурсий Ну да Очень хорошая Нормальная Внутренние Интерьеры Когда Это в 95 Году Да Или в 91 Это Печатано Вот тут Владелец Волганштейнского Дворца Знаменитый Генерал Симус Волганштейн Правда Особенно В нем Не успел Пожить Поскольку Хару Стало Подозревать В предательстве Жизнь Закончил Волганштейн Очень печально А вот Какой Интересный Альбом С такими Вырезанными Отверстиями Для фотографий Как домики И окна Да Как окна В домиках Прикольный Как это Называется Сапьян Тут Шкатулка А в ней Волны Всяких Открыток 2001 Год Репродукция Чьи-то Медали Фотографии Артистов Остал Какой? Продолжение следует... Прикольные наперстки из Англии. Каждый имеет свой рисунок. Не похожий на другой. Есть вот такие птички. А какие-то все-таки так хочется трошку менять. Кто собирает, да? Очень красивые. Ну а вот здесь продаются различные фигурки. Какой бык замечательный. Зеркала. Но бык просто прекрасен. А здесь вот все по 10 кром. Или если в рублях, по 40 рублей. Чего тут только... Нет, даже кукла есть. С объеденной ногой. Чай туфля, мой туфля, да? Это чашечка с ложечкой. Тарелки. В общем, вот так. Так, а здесь какие-то продаются старые картины. Сейчас я посмотрю. Я как-то купила картину русского графика. Тоже здесь. Это уже какие-то просто фотографии. Некоторые берут, выбрасывают эти вот фотографии. А рама деревянная. Ее можно привести в порядок и использовать. Но мне это тащить неудобно. У нас здесь очень много книг на разных языках. И они очень дешево стоят. А вот тут куколки продаются. Всевозможные, подборовые. Вон, тарелочка. Наверное, тоже старые роллы с мессинским букетом. Но я уже накупила себе. Уже не хочу. Уже хватит. Какая милая кроватка. Для куколки. Разветственная, вручную. Наверное, немецкая. А вот зеленое стекло. Это, наверное, урановое стекло. Классичка. Вот такая симпатичная. Так, сейчас еще вот здесь посмотрим. Иногда бывают интересные вещи. Но, наверное, не сегодня. Чашка. Как-то не очень. Подсвечники хрустальные. Как-то сегодня совсем скромная. Обычно очень много посуды из генами. Давайте, чтобы посмотреть, что это вот для чашек. Так, ничего бы не говорить. Так, коротенько. Такая вот. Как-то ставил, знаете, в куколевку. Быть за риф. А то... Скоренькая книжечка. А вот какой раритет. Туалетная бумага. Тут уже собирают, да? Такие еще. Вот шкатулочка. И вот замечательная сахарница, но она без крышечки. Очень красивая. Это ручная роспись. Крышки нет. Вот опять влекущие своим рисунком. Но это же другая фабрика. Чехословская. Вот такой молочник. А тут что-то интересное. Какая. Целая, похоже. Сколько тарелок. Из Германии. Тарелка. Какая интересная облюда. Огромная. А вот такие популярны ставить в садах. Таких гномов. Иногда они бывают очень-очень большие. Это тоже Чехословакия. Здесь интересные такие бокальчики. Они очень-очень легкие, но непонятно, что из них пить. Если вы знаете, что из таких пьют, напишите. В пермотариях мне очень интересно, что это такое. Так тут раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. А они, к сожалению, не все целы. В Якутино. Очень красивый цвет. Стекло. Что мы продаем? Ну что из них пьют? Ну, я-то не продала. Вот рыбка. Тут есть рыбка. Вот маленькие рыбки. И, кстати, что пьют из этих рыбок? Для чего они? Я вот тоже не знаю. Я их часто встречаю. И в секонд-фендах, и на барбоках. Но не знаю, что из них пьет. Бокал какой красивый. Такой тяжелый-тяжелый. Это для шампанского, я знаю. Может, есть еще один такой бокал? Наверное, нет. Вот что-то еще есть интересное. Куда будет идеть, чтобы не разбить. Жампакал. Здесь амфетка. Тут очень много всякого стекла. Есть такие вот маленькие рыбки. Симпотечные. Ну, вот это прикольно. Просто даже пить из него воду. Он такой прям тяжелый-тяжелый. Какой-то бокал. Кто-то же когда-то собирал это, покупал. Теперь все оказывается на барахолке. Ну, как-то тут еще порой в разнобой. Нет набора. Есть даже такой вот кувшинчик. Насталый. Как это не похоже? Нет. Не похоже. А вот тоже посмотрите, какая прелесть. И вот хрустальная, что это, пепельница, вазочка. Керамика. Вот какой кувшин прикольный. Ну, в общем, так и все. Куда делся этот бокал? Ну, не знаю, один он мне не нужен. Можно было бы, конечно, взять. Но зачем он один? Один мне нужен. А вот посмотрите, какие замечательные деревянные щелкунчики. И это уже винтажные щелкунчики. Это не новые. В общем, пошел дождь. Все быстро накрывают, убирают вещи. И я уже устала. Вообще сегодня очень такая погода холодная. Через два дня обещают днем, что будет градусов уже 12, 13, 14, 15. А сейчас вот прям холодно-холодно. И ветер, и дождь пошел. Так что я сворачиваю. Я, конечно, не прошла даже половину рынка. Может быть, еще где-то что-то интересное я смогла снять. Но погода распорядилась по-своему. И вот такие вот дучи. То есть это надолго. Ну все, я вас благодарю за внимание. Если вы досмотрели это видео до конца, ставьте лайки. Желаю вам всего наилучшего. И до новых встреч.